В последнее время сложилось ошибочное представление о дипломатическом ведомстве РФ. Многие решили, что министр иностранных дел Серега Лавров целыми днями разъезжает верхом на своей спикерессе Маше Захаровой вдоль длинных белых дорожек и дуэтом исполняет известную песню, в которой есть ключевая фраза «Я маленькая лошадка, но стою очень много денег». Для тех, кто не в курсе этого шедевра, сообщаем, что ее исполняет Найк Борзов. Нет, это не к тому, что дипломатическая почта РФ перестала осуществлять оптовые поставки колумбийского порошка из Латинской Америки в РФ на фасовку, а дальше по дипломатическим каналам и дипломатической же недосматриваемой почте к оптовым пушерам соответствующих странах. Нет, с этим все в порядке и беспокоиться об этом нет никаких причин. Но дело в том, что и свою прямую функцию – шпионаж посольства исполняют как могут. Например, когда в Британии расследовались обстоятельства осмотра Солсберецкого собора российскими туристами, на отводе прикрытий был замечен посольский врач, который был вблизи места проведения операции. В общем, он тоже захотел посмотреть на собор, чтобы убедиться в том, что собор осмотрен как следует и пульса у него уже нет. Но все это происходит параллельно операциям по доставке аргентинской муки, о чем свидетельствуют соответствующие заявления МИДов стран пребывания лавровских дипломатов. И в связи с этим напомним совсем маленькую деталь из жизни российской дипломатии, которую наверняка все знают. В ведомстве российского посольства любой страны находится так называемое «торговое представительство». На самом деле торговые представители ведут весьма своеобразную торговлю. Они покупают агентуру, а через нее покупают различные секреты, представляющие интерес для Москвы. В общем, если на здании российского торгпредства поменять табличку на «местное представительство ГРУ», то суть работы организации никак не изменилась бы и напротив, она показала бы истинную сущность заведения. Понятно, что в Украине эти торгаши работают в званиях от майора и выше, но и в других странах все обстоит примерно таким же образом. Причем если страна пребывания формально относится к РФ неплохо, это не значит, что торговля российских представителей будет иметь какой-то более привычный характер. Ничуть. Вот только сообщения прессы последних дней. В пятницу, 24 января, посол РФ был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон-грата, а также об объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым лицом в соответствии с Венской конвенцией. Кто-то может заметить, что подобные вещи постоянно происходят в области международных отношений и что на это можно не обращать внимания. Все так. Но отматываем ситуацию на пару месяцев назад, оставляя то же самое место Болгарию, где братушки и т.д. В конце октября 2019 года София выслала сотрудника российской дипмиссии после того, как тот проигнорировал просьбу покинуть Болгарию по результатам расследования, подтвердившего, что он занимался шпионажем в государстве ЕС. Ну хорошо, с Болгарией что-то пороблено, тогда разворачиваем глобус и смотрим на Японию. И тут сразу находим следующее. 25 января Департамент общественной безопасности столичного полицейского управления Токио сообщил, что Ютока Араки, бывший сотрудник крупной телекоммуникационной компании Софтбанк в Ураясу, префектура Тиба, нарушает закон о предотвращении недобросовестной конкуренции и арестован по этому обвинению. По оценкам Министерства общественной безопасности, Араки передал конфиденциальную информацию российской стороне. По данным следствия, арестованный получил доступ к серверам компании 18 февраля 2019 года и обманным путем получил две конфиденциальные информации, обозначенные компанией в качестве коммерческой тайны. Он признал, что хотел карманные деньги. Он получил наличные. Он также заявил, что передал материалы в Россию. По версии следствия, Министерство общественной безопасности обратилось к Араки в рамках разведывательной компании для получения конфиденциальной информации от должностных лиц российского торгового представителя в Японии. Как только эта информация была предана гласности, руководитель компании выступил с публичными извинениями за то, что компания не смогла предотвратить получение информации, которая касалась третьих лиц, и ее руководитель Такаюки Конамори принес личные извинения всем, кто так или иначе пострадал от этого печального инцидента. В общем, любая организация, в названии которой есть слово «российский», «российская», «российская», должна рассматриваться как гнездо шпионов и никак иначе. Лучше перебдить, чем недобдить. Там просто не умеют дружить так, чтобы не обчистить тебе карманы, не плюнуть в тарелку и не сделать другой гадости. Они просто спать не смогут без этого. Вау. Погнал «Стур» Субтитры создавал DimaTorzok